Привет, друзья! Сегодня у нас будет борьба между Джейсоном Стэтхэмом и Дуэйном Джонсоном по прозвищу Скала. У нас будет пять раундов. Дождитесь третьего раунда, мы там будем обсуждать часы, это очень напряженный раунд. Давайте поговорим о способности носить костюмы. Первый у нас будет Стэтхэм. И я честно дам ему тут преимущество, потому что он англичанин. Почему костюмы всегда на нем хорошо выглядят? Потому что он носит костюмы, сделанные под него. В них все сделано для того, кто их носит. Поэтому, когда дело касается костюма или рубашки, то размер самое важное. Поэтому Джейсон в костюмах выглядит идеально. Давайте посмотрим, какую цветовую палитру он выбирает. Он предпочитает темные цвета. Они хорошо работают с различными типами тела. Но в его случае есть небольшая трудность, он бреет себе голову. Он не всегда надевает галстук с костюмом. Но когда он это делает, то он всегда к месту. Он точно знает, как вязать узел. У него всегда есть ямочка. В общем, мужчина выглядит отлично в костюме. Давайте теперь разберем Дуэйна Джонсона в костюме. Он происходит из семьи борцов. Так что костюм это не то, что он носил каждый день. Но когда Скала надевает костюм, он выглядит хорошо. Потому что он их тоже заказывает у Портнова. Что мне нравится у Дуэйна, это то, что он не боится привносить различные цвета. Он также часто использует различные паттерны и рисунки. Скала не очень любит галстуки. И когда он надевает один, то он выбирает широкий узел. Потому что у него большие руки, большая голова. Поэтому он использует узел, который подходит под его комплекцию. Итак, первый раунд. Кто выиграл? Я присуждаю победу Стэтхэму. И вот почему. Если вы видели перевозчика, то парень буквально использует свой костюм как оружие. Второй раунд. Кэжуал стиль. Начнем со Стэтхэма. Что мы можем заметить в его кэжуал стиле? Она сидит на нем по размеру. И он часто использует те же вещи. Например, кожаные куртки. Конечно, Стэтхэму не нужно визуально увеличивать свой торс за счет куртки. Но он все равно это делает, чтобы подчеркнуть свою силу. И, конечно, с курткой он надевает кэжуал рубашку. Темную пару джинс, которые подходят под куртку. И ботинки. Челси или комбо ботинки. Любые ботинки, которые надевает Джейсон, прибавляют ему пару сантиметров в росте. Так что каждый парень может использовать ботинки, чтобы выглядеть чуть выше и стройнее. Давайте теперь посмотрим на кэжуал стиль скалы. Парень вырос во Флориде, учился в Майами, был борцом и отправился в Голливуд. Он познал силу внешнего вида и пользу от того, чтобы выглядеть как профессионал. Даже если погода слишком жаркая. Если взглянуть на историю этого парня, то становится ясным, что он также знает силу цвета и рисунков, работая со своей комплекцией. Он всегда представляет свой бренд и свое лицо. Если встретить Дуэйна в зале, то он будет все равно отлично выглядеть. Он может принарядиться и надеть костюмчик, но все же он предпочитает одеваться попроще. Он любит подчеркивать свое накачанное тело. Итак, этот раунд был практически одинаков, но я все же присуждаю победу скале. Потому что он круто использует цвета и рисунки, поэтому он победитель. Третий раунд. Часы. Этот раунд будет очень напряжен. Начнем со Стетхэма. Помните в фильме «Механик. Воскрешение»? В одной щепетильной сцене он протягивает свои часы. IVC, Акватаймер Автоматик 2000, Джессике Альбе, в случае, если с ним что-либо случится, чтобы эти часы остались как память. Будь то в кино или в настоящей жизни, Джейсон любит часы. Во втором перевозчике, что мы видим? Panerai Luminor Chrono Daylight. В неудержимых два, что мы видим? Panerai Luminor Submersible 1953. Days Automatic Bronze. А что он носит в фильме «Монстр глубин»? IVC, Акватаймер Perpetual. Calendar Digital Day Month. Юбилейного издания на 50 лет Акватаймер. У него также есть Patek Nautilus 5980. И IVC Doppel Хронограф. И винтажный ролик с Дайтона. Давайте также вспомним фильм 2008 года «Ограбление на Бейкер-стрит». Так Хойер Монако. Он также делал серию интервью, где его спрашивали про часы и на что он обращает внимание. Он сказал, что для него важна процессия. Он четко дал понять, что когда он был ныряльщиком и участвовал во всех этих соревнованиях, то важным была эффективность. И это то, что он искал в часах. Давайте теперь посмотрим на часы Дуэйна. Очень схоже с Джейсоном, для него важна функциональность. Но еще на что он обращает внимание, это размер. В одном своем интервью он сказал про часы следующее. Часы отображают того, кто носит их. Так что для парня моего размера, маленькие часы не будут отображать то, что есть на самом деле. На что я обращаю внимание в часах, это то, как они сделаны. Из чего они сделаны и на их дизайн. Я предпочитаю материалы, которые держатся долгое время. Это мой стиль жизни. Неважно, если погода меняется. И ты меняешь свой костюм или куда ты идешь. Мне нравятся такие часы, которые я могу надеть в любой ситуации. Для меня часы это инструмент, возможно роскошный инструмент, но точно не украшение. Что ж, любимыми являются IVC Pilot Heritage 46 мм в титановом корпусе. Также его видели в Брейдлинг Трансоушен, хронограф Юнитайм в красном золоте. Когда речь идет о размере и пропорции, то большая часть роликсов не подойдут Дуэйну, но одна пара подошла. Это Сид Уэллер. Это та пара часов, которую Дуэйн часто надевает, и она очень функциональна. Они сделаны специально, чтобы отправиться на морское дно, и там в темноте узнать, который час. В фильме Форсаж 5, если вы заметили, он носил Пэнерой Луминер Сабмерсибл. И как Скала выбирает часы. В интервью, которое я вам прочел, где он описывает часы, он выбирает те часы, которые имеют вес. Что-то, что ощущается целостно. Он понимает, что это не всегда имеет значение, потому что есть много материалов, которые легче, чем сталь. Намного легче и прочнее. Но ему просто нравится то, что более тяжелое, и ощущается в руке. Знаю это сам по себе. Еще он внимательно смотрит на то, чтобы все было понятно, и он легко мог воспользоваться ими. Когда он крутит этот желобок, то он хочет слышать щелчок. Он хочет ощущения. Я присуждаю победу Джейсону Стетхаму. Очень близко, но все же он также собирает и винтажную коллекцию часов. У него есть Orange Hand Rolex Explorer. Это классические красивые часы, и мне кажется, это очень круто, то, что они у него есть. А также есть очень крутая цитата. За каждой парой прекрасных часов скрывается большой умственный труд, вызов и желание всегда превзойти уже достигнутое. Четвертый раунд машины. Что мы увидим в гараже у Джейсона Стетхама? Начнем с Феррари. Также есть Астон Мартин ДБС. Есть Порше 911 GT2. А также Ягуар Е-Тайп. Не знаю, каково вам, но по мне так этот Ягуар просто прелесть. В общем, Джейсон полностью понимает вневременность классики. Что же у Дуэйна? Он фотографируется на фоне крутых тачек, но он их не покупает, потому что он не может в них влезть. Когда ты такой здоровый парень, то и машина у тебя должна быть соответствующей. Итак, первой мы рассмотрим Пагани. Отличный спорткар. Это то, что можно ожидать от голливудской звезды. У него также есть Rolls-Royce Rave. Мне нравится, что эта машина не такая, как все. И ее размер подходит под его тело. Он в нем комфортно себя ощущает. Следующая машина немного сюрприз. Это Плимут Праулер 1999 года. Я как бы задался вопросом, в чем дело? Но затем я увидел фотографии и видео, где Дуэйн гоняет на этой тачке. И понял, что она отлично подходит для него. Но моя любимая его тачка, это сделанный под заказ F-150. Я больше люблю Chevrolet, но отдаю должное Форд и то, что они делают. Кто тут победитель? Я отдам этот раунд Дуэйну. Да, была тесная борьба, но вот в чем дело. Скала делает много для ветеранов. Я смотрел одно интервью, где он представлял новый Форд Мустанг. А затем подарил его ветеранам. В общем, мне нравятся такие вещи, поэтому я отдаю победу Скале. Пятый раунд, друзья, уверенность. Итак, два факта, которые вы могли не знать о Стэдхэме. Первый, он сам делает свои трюки. Это имеет смысл. Он раньше сам был каскадером. То есть он знает, как контролировать свое тело. А когда ты умеешь контролировать свое тело, то ты отдаешь отчет тому, как двигаются твои мышцы. И ты понимаешь, что ты можешь сделать. Это дает очень сильное чувство уверенности. Еще один факт о Джейсоне, он очень умный парень. Например, он и Гай Ричи очень заядлые шахматисты. И каждый раз, когда они встречаются на съемках, то они играют в шахматы. И вот совет от Стэдхэма, как быть увереннее. Измени свою походку, расправ плечи и подними подбородок. Займись борьбой или спортом, который подтянет твое тело и позволит тебе чувствовать себя на высоте. Ну или хотя бы держать в тонусе. Вы почувствуете себя увереннее. Без нее вы ничто, это средство от всего. Не знаю, как вы, друзья, но мне очень нравится это высказывание. Давайте сейчас обсудим Дуэйна. Если я возьму словарь, чтобы посмотреть определение слова уверенность, то я ожидаю увидеть там фотографию скалы. Посмотрите, откуда он происходит. Из семьи борцов. Так что у него врожденное ощущение превосходства. Он ходил в университет Майами и играл там за футбольную команду. Затем он начинает заниматься борьбой и получает это прозвище «Скала». А затем попадает в Голливуд и издает один бестселлер за другим. Но что самое важное в Дуэйне, это то, что он принимает тот факт, что он не всегда был таким уверенным в себе. На самом деле он часто рассказывает о том, что в детстве он был далек от уверенности в себе. Он был простым смуглым парнем, который каждый год переезжал из города в город. Потому что он ездил за своими родителями и пытался найти себе место в этом мире. И каков его секрет в приобретении уверенности? Вот что он говорит. «Не напрягайся, будь настоящим, и уверенность придет». Поверь мне, я был парнем, который с 9 до 11 лет был похож на девочку. Потому что у меня были мягкие волосы и кожа. Мне очень нравится это высказывание. Оно делает его таким человечным. И когда мы видим его на пике своей карьеры. Но при этом мы помним, что когда он был маленьким, он был неженкой. И он не был тем уверенным, сильным мужчиной, которого мы знаем сейчас. Опять очень близко, но я присуждаю победу Скале. Мне нравится тот факт, что он не боится быть уязвимым. Конечно, есть интервью, где Стетхам тоже говорит о сентиментальных вещах. Но я вынужден. Может, я слишком патриотичен в данном случае. Если вы хотите еще такие видео, тогда смотрите это видео. Где сравнивают Джона Уикка и Джеймса Бонда. Ссылка будет в описании.